Здравствуйте, с вами опять я, Пётр Петров. Если вы хотите послушать новые анекдоты с участием Матроны, смотрите на ютубе. Адвокат приехал к своему клиенту новому русскому. Ищет его, проехал на своей машине три ворота, никак не может найти. Подъезжает к прохожему и спрашивает, где его найти. А тот недоуменно смотрит на него, показывает ему, что тот сбрендил. Отъезжает в адвокат, дальше спрашивает у другого прохожего. Тот тоже его посылает. Подъезжает к третьему, он тоже посылает. Наконец-то он видит своего клиента нового русского. А тот говорит, я тебя заждался, наконец-то встретил, ну пошли со мной. И просто перестань ехать на машине по моему дому. Приезжает нового франца в армию. Комсбота показывает им, даешьте круги, самолет. И говорит, видите, это наш самолет. Смотрите, выпрыгивает группа парашютистов. Смотрите, вот летит, летит на высоте тысячи метров, раскрыли парашюты, летят, летят, упали, побежали. Они служили полгода. Вы тоже такими будете. А вот смотрите, еще одна группа выпрыгнула. Летят, летят на высоте тысячи, на высоте пятьсот метров, раскрыли парашюты, летят, летят, упали и побежали. И вы будете через год такими. А вот смотрите, я сейчас одна группа выпрыгнула. Эти летят, 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 упали и побежали. Эти наши гендарят, понтуются. Олимптика. Э, мужик, они пятьсот рублей. Если скажу, что у меня нету. У каждого мужика должно быть хотя бы пятьсот рублей. Так у тебя же нету. Сейчас будет. Олимптика. Мне очень удобная идея была спрашивать при знакомстве на свадьбе с гостями, а ты на стороне потерпевшего. Олимптика. Мужик спрашивает, врач говорит мужику, психотерапевт говорит мужику, при входе в спальню свои неприятности оставляйте наружу. Мужик говорит, хе, а вы думаете, моя жена согласится спать на кухне? Олимптика. Короче, мужик спрашивает. У своей жены, что тебе подарить на Новый год? А жена говорит, мне, пожалуйста, подари отдых на кубе. 1 января муж показывает, открывает крыльцо, показывает, во дворе стоит куб изо льда, а на нем стоит кресло. И говорит, во, отдыхай на здоровье. Олимптика. Лед Петруха спрашивает у врача, доктор, вы же сказали, что смех продлевает жизнь. Доктор говорит, эй, батенька, надо было смеяться над анекдотами на канале Дед 21 или над клоунами в цирке, а не над губернатором и его охраной. Олимптика. На медицинском форуме. Здравствуйте, меня зовут Марджона. Я съел 25 порций мороженого, и теперь у меня болит горло и... Шум в голове. Ответ. Здравствуйте, Марджона. Вот боли в горле, пейте малину с горячим чаем. А шум в голове, это не беспокойтесь, это только ветер. Олимптика. Как обычно, едешь в метро, смотришь, и вдруг видишь девушку, которую ждал всю жизнь. Однако, как назло, перегар после вчерашнего, жена, твое дитя и ипотека. Олимптика. Смотришь, подходишь к зеркалу, смотришь, надо похудеть. Подходишь к холодильнику, надо пожрать. Во всем виноваты ноги. Олимптика. Бывает так, сидишь к кинотеатре, ждешь начала сеанса, и вдруг вырубают свет. И по привычке кричишь, эй, Марджона, посмотри-ка, по всей деревне света нет или только у нас. Олимптика. Если говорить своей девушке все время, какая она красивая, стройная, длинноногая, умная, то она может задуматься, того ли козла у нас все сливили-ливила. Олимптика. Женщинам на заметку. Мужикам, которые находятся в семье, очень много заботы по семье, поэтому им даже трудно подняться с дивана. Олимптика. Мужики, что вы понимаете про любовь, если среди ночи не растягивали одежду своей любимой, чтобы она подумала, что похудела. Олимптика. Ни один мужик не сможет отличить жгучую бронятку от блондинки, если они побрились наголо, углились под одеялом, выключили свет и затпались от него в комнате. Олимптика. Я вчера побывал на маскараде и познакомился с девушкой, с высокой, длинноногой, стройной, красивой. А вдруг она сняла маску и оказалась короткой, толстой, некрасивой. Олимптика. Специально для условий России изобрели роликовые коньки с кусеницами для увлечения проходимости. Олимптика. Врач предписал мне лечение, 50 грамм коньяка в течение месяца. Я не могу позволить себе столь длительное лечение, поэтому весь курс пройду за сегодня. Стоит лошадь и читает газету. Подходит другая лошадь и спрашивает. Стоит лошадь и читает газету. Зубы дергаются. Глаза выпутили из орбит. По крупу изруится пот. Сама вся дрожит. Подходит другая лошадь и спрашивает. А что читаем? А она говорит. А, бред, сивой кобылы. Если хотите послушать анекдоты с участием Матлёны, переходите по кнопке на YouTube. Вчера были опубликованы, 31 июля, были опубликованы анекдоты с продолжительностью 3 минуты, группа мелких анекдотов. Спасибо всем. Всего вам доброго, успехов, здоровья на долгие годы. Подписываемся.